Всем привет! С вами Вася и канал про Америку. Вася из Нью-Йорка, разумеется. Сегодня с вами поговорим про то, как жить на минималку, да и в принципе на маленькую зарплату в Нью-Йорке. Так как я живу в Нью-Йорке, я буду рассказывать про Нью-Йорк. Минимальная зарплата в Нью-Йорке составляет у одного человека, который один живет без семьи, после вычета налогов, 1920 долларов в месяц. Повторяю, это мрот, аналог по-русски, если. Это не средняя зарплата. В городе не живут на эти деньги. Это минимум, на который вы можете рассчитывать. Так, поехали. Однокомнатная квартира в Нью-Йорке, это называется студия, да и в принципе в Америке. Она будет 1200-1300 в районе. Если поискать, то можно найти подешевле. Вариантов тоже много. Я делал у себя на канале ролики про аренду недвижимости в Нью-Йорке. Можете посмотреть среди списка видео. Я здесь ссылку оставлю в описании ролика. Также я рассказывал стоимость продуктов. Я ссылки тоже оставлю в описании. Сколько что стоит. Я ходил в магазин. Так что, в принципе, смотрите, стоимость однокомнатной квартиры в Нью-Йорке начинается в районе 1200-1300. Вот в моем доме 1350 стоит. А двухкомнатная квартира по-русски, это one bedroom по-английски, она стоит 1500 долларов. То есть разница небольшая. Причем две огромные такие комнаты раздельные. Но эта стоимость очень недорогая. И я вовремя эту квартиру нашел. И заключил контракт. Так что, в принципе, если вы будете искать, то можете найти нормальный такой хороший вариант. Но учтите, что у вас должна быть кредитная история и все документы. Я в стране легально кредитную историю. У меня есть доход. Я тоже показывал. То есть, в принципе, нормально. Жить можно. Следующее, это квартплата, так называемая. То есть, это электричество и газ. Все вместе у меня уходило, ну, где-то на одного человека уходит где-то 50 долларов от силы. Потому что я не знаю, что тут нужно нажать газа и электричество, чтобы истратить больше. Ну, в принципе, наверное, если вы кондиционер будете включать 24 часа в сутки, то у вас нажгется побольше. Чайник там электрический. Ну, я сравнивал, что на газу, что на электричестве, чайник закипает одинаково. Так что, в принципе, разницы какой-то особо не вижу. В России я пользовался электрическим чайником, потому что у меня плита была электрическая. Да, в моем доме в России газа не было. Хотя Россия такая нефтегазовая страна. Кому я в Нью-Йорке рассказываю, почему-то люди над этим ржут. И спрашивают, как так? В России газ добывается. Почему-то в Монтегорске не было газа. Я говорю, ну, вот так вот не было газа. Поехали дальше. На продукты. Когда я приехал в Америку 2-3 года назад, я еще тратил... 3 года назад я приехал. Я тратил 200-300 долларов на еду в месяц на старте. Я тогда еще привык скромно питаться. Но у меня всегда были овощи, фрукты, мяско. По выходным я брал креветки. Уж не помню, какие креветки. Ну, короче, креветки. Здесь они обычно крупные продаются. То есть, в принципе, ни в чем себе не отказывал. Тортик еще брал, на какие-то экскурсии ходил. Ну, короче, 200-300 долларов поначалу я тратил на еду. Про футбанк я вообще не в курсе тогда был. И я думал, что этого не существует. Ага существует. Так что, если что, вы можете сходить в футбанк, там еда будет бесплатна. Но в Америке футбанк – это еда для тех, кто нуждается. Действительно нуждается. Потому что, ну, здесь так принято. Если у вас есть деньги, то вы за бесплатной едой не идете. Туда идет тот, кто нуждается в этой бесплатной еде. Следующий пункт – это медицинская страховка, которую мне любят писать в комментариях по поводу ИБЕС. Медицинская страховка в Нью-Йорке. Она для бедных покрывается государством бесплатно. Вам ее выдают бесплатно. Но это не просто так бесплатно, кто-то там на вертолете вам прилетел. Она покрывается за счет налогов, налогополательщиков. Ничего бесплатного в нашем мире не существует. И когда вы приезжаете в Нью-Йорк, например, из другой страны, то доход ваш за прошлый год будет равен нулю. Соответственно, вы имеете право на такую, в кавычках, бесплатную медицинскую страховку. Дальше с годами у вас уже доход будет увеличиваться, и вы будете иметь какой-то другой план покрытия. Или вам дадут страховку от работы. В любом случае, варианты есть. И люди в Америке живут дольше, чем в России, не просто так. Так, следующий пункт – это трата на сотовый в месяц. Здесь линия намного дороже, чем в России. Это сразу надо предупредить. И при этом, что здесь зарплата – это больше. Здесь сотовая связь никак не может быть на уровне России, а зарплата здесь больше на уровне, как в Америке. Нет, здесь линия стоит дороже, тут и зарплата выше. В среднем линия стоит 50-70 долларов, мне рассказывали. Но у меня с друзьями общий тариф, один аккаунт и несколько номеров. У каждого свой. И в месяц мы тратим 30 долларов каждый на сотовую связь. Это условный безлимит. Там на 50 гигов на высокой скорости 5G, насколько я знаю. А после 50 гигов скорость должна падать. Но я ни разу не замечал падение скорости. Видеоролики как я смотрел, так и смотрю онлайн. YouTube там какой-нибудь, TikTok. То есть проблем не возникает. Домашний интернет у меня 49 в месяц. Первый год был, сейчас у меня, по-моему, 60 в месяц. Вместе с роутером от компании. Ну, тоже я считаю недорого. Какие еще траты? На проезд. Понимаете, когда вы работаете на МРОД, на минималку, то вам проще найти какую-нибудь работу возле дома. Потому что этого дофига. А ехать на другой конец города за минималку какого-то смысла вообще нет. Только если вы не ставите себе цель продвигаться дальше по служебной лестнице, как-то расти. Тогда да, смысл есть. А если у вас работа такая, которая не предвещает никакого роста, то есть смысл найти себе работу на МРОД, на минималку, где-то возле дома. И на транспорт, на проезд не тратится. Потому что один проезд метро стоит 2,75 доллара. Метро или автобус, неважно. Проездной общий. Либо безлимит можете покупать. По-моему, 33 доллара в месяц он стоит. Ну, вот считайте, 66, 132 доллара в месяц на проезд безлимиты. Но это вы должны каждый день, включая выходные, в субботу и воскресенье ездить туда и назад. И тогда вам проезд будет выгодный. Покупать безлимитный проездной. Если вы, например, вас кто-то забирает на машине из коллег, или если вы работаете неподалеку, ходите пешком, то вам проще покупать такие разовые карточки для проезда, метрокарт называется, либо оплачивать своей карточкой пластиковой. Советую все пользоваться кредиткой, потому что дебетовую карту могут, так называемо, взломать и стырить у вас деньги. Да, вам деньги, конечно, вернут, но все равно, нафиг вам этот геморрой нужен. Все эти проблемы тоже не нужны. Ну, то есть с проездом, опять-таки, если вы много ездите, покупайте безлимитный проездной на автобус и на метро. И тогда, ну, проблем не будете знать. Кстати, канатная дорога тоже является частью МТА. И проезд также оплачивается этой карточкой и безлимитным проездным. А канатная дорога, она в Нью-Йорке прикольная. Она красива очень. Если я туда сгоняю еще как-нибудь, я сниму видео тоже отдельное. На остров Рузвельта она идет с Манхэттена. Красива очень. Вечером на закате просто шикарно. Итак, ну, то есть смотрите, когда вы живете в Америке, в Нью-Йорке конкретно, и вы получаете небольшую зарплату, вы, в принципе, можете спокойно прожить. Это не МРОД в России. МРОД в России, я не понимаю, кем рассчитан и на что он рассчитан, но жить на него невозможно, будем честными. Что в Москве, что в Челябинске, что в Магнитогорске. На МРОД в Нью-Йорке он рассчитывается, вот минималка, совершенно по-другому. И на него можно прожить. 1920 это уже после вычета налогов. Ну, как правило, если вы пойдете к каким-то там разнорабочим, в дом управления, это я по-русски, если говорю, Портер в Билдинге, например, то примерно 2200, минимум, я получал тогда 2200 чистыми после вычета налогов в месяц. Ну, плюс всякие переработки, овертаймы, всякие бонусы иногда тоже капают, разные ништячки с работы. Тоже, в общем, все это можно без проблем. Если вы найдете что-то другое, какую-то техническую специальность, то там, разумеется, зарплата будет выше, где-то 2500. То есть, в принципе, жить можно. И учтите, что это я описал сейчас уровень жизни на МРОД, либо таких специалистов, как дворник в дом управления, разнорабочий в дом управления, слесарь, что-нибудь такое. Люди, у которых руки растут не из задницы, они получают больше. Так что жизнь на МРОД, она, и на такую, на бедную маленькую зарплату, типа как в Макдональдсе кто-нибудь там, какой-нибудь человек, простите, кем работает в Макдональдсе? Я не знаю, я в общепите никогда не работал. И пиццу не разносил. Кстати, кто, говорят, разносит продукты, доставщики, или мейтинг, нет, мувинг, кто помогает переехать? У тех зарплата гораздо выше из-за чаевых. В мувинге и доставке продуктов, говорят, очень хорошие чаевые идут. Реально. Вы тоже не прогадаете. Ну, то есть, жить можно, жизнь будет спокойная, не будет таких напрягов, что вот, у меня зуб вылетел, теперь придется сопелявить, потому что денег на зубного нет. Нет. Бесплатная страховка для бедных она покрывает дентиста. Если у вас нет этой бесплатной страховки, можете ее взять отдельно, либо на работе, если вам не покрывается. Ну, в общем, все это можно. Жить как-то можно. И варианты есть. И питаться будете нормально, если денег на еду не хватает, можно пойти в футбанк, в этом нет ничего зазорного. Он как раз и нужен, футбанк, чтобы людям, которым не хватает денег, которые мало получают, чтобы они могли нормально, качественно питаться. И на проезд у вас будет, и кредит здесь беспроцентный, надолго, без переплат. Айфон, если возьмете какой-нибудь последний топовый, будете платить пару лет, 50 баксов в месяц, где-то, плюс-минус, может дороже, я уж не знаю. Это тоже не будет ничего такого страшного считаться. Еще и застрахуете на случай механической поломки, вам еще и стекло будут постоянно переклеивать защитное. У меня такая страховка на телефон за 18 долларов в месяц. Не помню, на какой она срок, но у меня, когда стекло трескает и защитное, я иду в магазин и мне тут же без вопросов стекло переклеивают. С меня ни цента не берут. Я в месяц получу 18 долларов за такую страховку. Опять-таки, выгодно. Понимаете, со всему, ко всему надо подходить с умом. Есть многие вещи, которые люди не знают. Например, стекло, если покупать на айфон, оно само по себе не дешевое, если хорошее, качественное брать. Плюс, наклеить сами вы сможете, не сможете, это тоже вопрос. А тут платите страховку в месяц и приходите клеить хоть каждый день. Ничего страшного. Ну, в общем, вот такие дела. Так что, бедные люди, ну, в кавычках, бедные люди, которые получают аналог разнорабочего или дворника в домоуправлении, спокойно живут, ходят в одежде Кельвин, спокойно у них топовая электроника и питаются они нормально и могут себе позволить лобстера и на Новый год черную икру. Я не шучу, серьезно, 80 долларов, 100 граммовая баночка, может 70 грамм, где-то так, я на Новый год покупал именно черная осетровая икра. Так что, ну, это совершенно две разные цивилизации, Россия или СНГ и страны, которые более развитые. Вот, в пример я привел Америку. Россия и Америка, это две разные вселенные, два разных мира. Да, минусы здесь тоже есть, минусы везде есть, и рая нигде не существует, я никого не зазываю, потому что в Америку все равно трудно попасть, я никаких консультаций и услуг не оказываю, поэтому смысла нет рекламировать Америку в Америку, кто хочет, сам ищет пути, а вот говорить, приезжайте сюда, ну, нет, это нет смысла, потому что сюда трудно приехать, здесь трудно остаться. С вами был Вася из Нью-Йорка, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok